Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! И сегодня в этом видео буду отстирывать вот такую вот куртку. Куртка рабочая, можно сказать, что это куртка робо. Значит, куртку уже на один раз постирали с порошком, с пятновыводителем. Удалили с нее большую часть жирных пятен, маслянистых пятен, грязь удалили с нее. Но пятна вот такие вот въевшиеся, застарелые на куртке остались. И остался очень неприятный, специфичный запах от куртки. Запах очень такой стойкий, машинного масла, чего-то вот знаете заводского. Поэтому попробую куртку избавить от запаха и максимально ее отстирать. Значит, давайте покажу, какие загрязнения на куртке. Очень грязные манжеты, вот такие вот они черные. Вот эта планка тоже очень-очень грязная. Вот видите, на самой куртке тоже черные полосы, черные пятна, грязные карманы. И, конечно, грязные рукава. Здесь где-то я видела масляные пятна. Вот, смотрите. Куртку буду отстирывать по рекомендации своей подписчицы. Недавно у меня на канале было видео, где я стирала грязную детскую куртку. И вот Ольга Коваленко написала мне следующее письмо. Добрый вечер. Я стираю детские куртки таким способом. Соль для посудомойки 2 столовые ложки, сода кальцинированная 2 столовые ложки. И у меня ласка. Все в барабан и на 30 градусах синтетиков все уходит, ничего не мылю. Я, друзья, решила попробовать совет. Ольге беру 2 столовые ложки соли для посудомоечных машин. У меня соль финиш, она крупная, поэтому я ее предварительно измельчила молотком. Мелкая соль сомат в красных бутылках. И к соли добавляю кальцинированную соду. Я использую соду золушка. Она очень хорошо подходит для стирки. 2 столовые ложки. Ольга к этой смеси добавляла еще ласку. Я вместо ласки добавлю пасту пальмира. Я вам тоже уже ее не однажды показывала. Шикарная вещь. Просто чудесно отстирывает любые пятна, любые загрязнения. Имеет приятный аромат. Почему я не добавлю какое-нибудь гелевое средство? Потому что паста пальмира шикарно устраняет запах. И я вам сказала, что от куртки очень скверный запах. Запах вот какого-то производства, завода, чего-то рабочего. Но я вам сказала, что это куртка роба. Поэтому запах нужно однозначно этот неприятно устранить. Эта паста борется с запахами просто шикарно. Она устраняет запах пота, она устраняет какие-то такие бытовые запахи. Поэтому добавлю ее 2 столовые ложки. То есть она и пятна удалит, и запахи. 2 столовые ложки. Обычно эту пасту я набираю руками. Но сейчас вот не буду марать руки. 2 столовые ложки этой пасты. Стирать буду в режиме синтетика. Температура 60 градусов. Температуру поставлю высокую, потому что у меня кальцинированная сода. У меня соль. Значит, чтобы они хорошо растворились, чтобы они начали работать. И загрязнения у меня стойкие, застарелые, чтобы они тоже отстирались. Значит, скорость отжима будет 1000. И стирка 1 час 18 минут. Друзья, куртку я постирала. Она высохла. И давайте будем оценивать результат. Результат, мне кажется, очень хороший. Куртка стала значительно чище. Давайте начнем с рукавов. Они были прям совсем черные. Не скажу, что они 100% отстирали, что здесь совсем-совсем не осталось пятен. Значит, смотрите. Вот такие вот небольшие черные пятна остались. Вот здесь вот видно черное пятно. Но здесь были прям совсем темные въевшиеся в ткань пятна. Они стали значительно светлее, значительно меньше. Вот с этой стороны тоже куртка значительно очистилась. Так, следующий манжет. Тоже все стало светлее, пятна меньше. Так, сейчас покажу вам. Вот здесь прям совсем чернота была. Небольшие вот такие вот полоски остались. Но видно, что основная грязь хорошо удалилась. Значит, дальше планка. На планке было все черное. Смотрите. Вот осталось пятно. И вот здесь вот прям совсем еле-еле заметная черная полосочка. То есть большая часть въевшихся таких застарелых пятен удалилась. Вот смотрите, воротник прям совсем чистый, идеально чистый. И смотрите, как хорошо отбелились пуговицы. Они были черные, стали совсем-совсем беленькие. Капюшон тоже был черный, тоже все хорошо отстиралось. И помимо пятен с куртки удалился весь неприятный запах до стирки. Она пахла очень резко, очень интенсивно. После стирки с пастой пальмира весь неприятный запах полностью отстирался. Это однозначно паста пальмира, потому что я уже замечала, когда стираешь с этой пастой, все неприятные запахи выстирываются, удаляются. Я с этой пастой стираю шерстяные вещи. Вот, например, если они очень сильно пропитались запахом пота, значит, наношу эту пасту, оставляю на несколько минут, запах пота после стирки полностью исчезает. Также машинное масло, какие-то бытовые запахи, все-все эта паста отстирывает. Совет Ольги очень хороший, рабочий. Я думаю, что соль в сочетании с кальцинированной содой размягчили максимально пятны, и впоследствии они отлично отстирались. Плюс паста еще сработала. Паста эта, кстати, тоже очень хорошо отстирывает. Друзья, вы часто спрашиваете меня, как отстирать рабочую одежду мужа от мазута, от масла, значит, от каких-то таких вот сильных пятен. Вот этот способ, мне кажется, отлично справляется, потому что куртка была нереально грязная, плюс еще имела очень резкий запах. От всего от этого я избавилась, поэтому надеюсь, что мой совет, мой пример и рецепт Ольги вам обязательно пригодятся. На этом, друзья, у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание. Для вашего удобства рецепт я пропишу под видео. Обязательно туда заглядывайте. Пишите комментарии, дополняйте мне, задавайте вопросы. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok